Лесные пожары остаются одной из актуальных проблем для Казахстана. Только в прошлом году в стране зафиксировали более 5000 природных возгораний. Ежегодно наблюдаются два пика. Весенний в середине апреля, начале мая и летний в конце июля, в августе. Буквально неделю назад пожар произошел в резервате Ерты Сормане в Павлодарском регионе. А накануне несколько гектаров леса загорелись в переволочной роще в центре Уральска. Сначала там начала гореть сухая трава, но из-за сильного ветра огонь перекинулся на деревья. Также свежи в памяти прошлогодние случаи в Восточно-Казахстанской и Костанайской областях. Все это влияет на экологию. Почему горит лес и можно ли исправить ситуацию, расскажем в следующем сюжете. Минувший год для Казахстана стал годом крупных пожаров. Это кадры из Костанайской области. Осенью 2022-го там превратились в пепел сразу два лесных массива. Кроме того, огнем оказались уничтожены порядка сотни жилых домов в нескольких селах. Эвакуировать пришлось почти 2000 человек. Тогда в регионе объявили режим ЧС местного масштаба. Ущерб от огня составил 18 миллиардов тенге. Не обошлось без жертв. Однако позже в ходе следствия выяснилось, что пожар носил неприродный характер. Сразу после случившегося президент поручил уделить приоритетное внимание мерам потушению пожаров и обеспечению безопасности людей. Всего в прошлом году в лесном фонде произошел 801 пожар. Сгорело более 100 тысяч гектаров. Наибольшее количество лесных пожаров в области Абай 260 случаев, в Володарской области 150, в Восточно-Казахстанской области 77 и Акмолинской области 72. В этом году также сохранится высокая пожароопасность. Засуха и отсутствие осадков – все это говорит о том, что пожароопасность в лесном заповеднике возрастает. Для предупреждения лесных пожаров необходима новая система мониторинга. В этом году для этих целей с бюджета выделяют более 4 миллиардов тенге. Современные информационные системы планируют установить в природном резервате РТСОР Мане и в Кокшитауском национальном парке. Кроме того, для борьбы со стихией приобретут 120 единиц пожарной техники и 160 патрульных машин. Для устранения рисков возгорания на участках, граничащих с полем и лесом, проведены выжигания лесной травы в количестве 49 километров. Одной из необходимых мер по улучшению экологии в стране является увеличение озеленения. Для этого лесное хозяйство должно быть в хорошем состоянии. Один гектар леса поглощает из воздуха около 10 тонн углекислого газа в год. Однако лесные пожары в последние годы значительно усугубили ситуацию. Ранее по поручению главы государства в стране высадили более 138 миллионов деревьев, в прошлом году 282 миллиона, а по планам этого года показатель должен превысить 400 миллионов деревьев. Площадь лесного массива возле Астаны, существующего с 2000 года, планируется увеличить до 100 тысяч гектаров. Сейчас он насчитывает более 90 тысяч гектаров. В этом году также планируют решить давнюю проблему заработной платы сотрудников лесного хозяйства. Начиная со второго полугодия, инспекторам лесхоза будет оплачиваться сверхурочная работа. Таким образом, их оклад вырастет в зависимости от должности и стажа.